Девушки отдыхают 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 Современный фрезеровщик 20 лет назад назывался бы инженером. Мы видим, насколько энергично и масштабно сейчас в России идет поиск молодых инноваторов и юных инженеров. Давайте заглянем на крупнейшей в стране технологический фестиваль – Профест. Чего дошел прогресс? Труд физически исчез. Да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бед, вкаланные тропоты, а не человек. Этот фильм о гениальном роботе снят в 1979-м. Электронный двойник Сережи Сыроежкина решает задачи, пишет лучшие сочинения и отлично поет. А это видео 40 лет спустя. Москва, ВДНХ, Всероссийский технологический фестиваль Профест-2019. Профест – один из самых крупных в Европе технологических фестивалей. На нынешний, уже 11-й по счету, собралось 5000 юных инженеров из 70 регионов страны. А все для того, чтобы найти и продвинуть молодых инноваторов. В павильоне ВДНХ собирали, тестировали и выпускали на соревнования роботов всех образцов. Мы изобрели комплекс по утилизации автомобилей. Он состоит из двух роботов. Первый робот доставляет машинку в Шаредер, а Шаредер ее перемалывает. Дальше запланирован пресс, но он пока что только печатается. Профест впервые изменил свой формат. Здесь объединили 35 разных соревнований и конкурсов. Национальный финал юниор-профи в их числе. Участниками масштабного фестиваля стали малыши и школьники, студенты и аспиранты, которые представили готовые решения для бизнеса и потенциальные стартапы. Сегодня подвели итоги, дали первое место. Но это не принесло мне настолько много удовольствия, как создание моего проекта. То есть вот мой проект стоит. Я создал агроробота, который исследует растения на приметах заболеваний. Он определяет заболевания подбородки лекарства. И таким образом можно опылить не 200 гектар поля, а 2 гектара. На Професте заявили о себе и школьники нашей республики. В списке победителей команды Воркутинской гимназии номер 6 и Сыктывкарской школы номер 25. В финале юниор-профи в номинации медиа-коммуникации отличилась команда детского технопарка Кванториум Сыктывкара. По словам организаторов, у фестиваля есть соглашение с 30 региональными вузами, которые добавляют абитуриентам до 10 баллов к ЕГЭ по результатам соревнований. А лидеры Робофеста получат льготы при поступлении в МГУ имени Ломоносова. По прогнозам, в ближайшем будущем роботы займут до 75% рабочих мест. И к этому нужно готовиться уже сейчас. Пока мы осваиваем профессии юристов, экономистов, поваров и строителей, миру будущего понадобятся дизайнеры виртуальной реальности, биохакеры, космические гиды и даже адвокаты по робоэтике. Это те специалисты, которые будут выступать посредниками между людьми и роботами. Звучит фантастически, но это уже почти реальность. И все же, неужели в будущем не найдется место привычным для нас профессиям? Узнаем мнение специалиста. Понятно, что те профессии, которые связаны с IT-сферой, связаны с развитием современной биофизики, биохимии, возможно, медицины, они, конечно, будут востребованы в будущем, в том числе и робототехники. Но мы всегда не должны забывать, что у нас будут востребованы водители в ближайшее время, начиная от автобуса, заканчивая большегрузных автомобилей. Обязательно. Вряд ли мы пересядем в ближайшие 10 лет все на аэротакси. Этого не будет. У нас действительно будут востребованы медсестры, люди, осуществляющие социальный уход, сиделки. Обязательно. Потому что население наше будет обязательно жить дольше, и мы должны обеспечивать пожилым людям больше возможностей для ухода. А что думают о профессиях будущего те, кого этот вопрос касается напрямую? Виртуальный мир, интернет-сообщество. Вот такое все. Сейчас люди все равно идут к развитию в информационной сфере. Вот поэтому, скорее всего, что-то связанное с техникой все-таки. Косметология, вот все связано с красотой, мне кажется, больше развиваться будет. Ну, я думаю, учитель будет востребован всегда в школу. Дети ходят всегда, поэтому будет востребовано. Может, такие же будут машины, на которых можно будет летать, и автомеханики уже будут востребованы очень сильно. Мне кажется, также юрист и также агропромышленные какие-нибудь профессии. Работа с техникой будет более популярна, потому что техника развивается, и поэтому лучше, мне кажется, работать с техникой. Мнение наших школьников подтверждают выводы мировых экспертов. Считается, что в будущем роботы не смогут заменить человека в шести отраслях. Это медицина, образование, недвижимость, домохозяйство, гостеприимство и персональные услуги. Речь о психологах, нянях и, например, о священниках. Ну, а пока из будущего предлагаю переместиться в настоящее. Как остановить отток молодежи в другие регионы? Как соотнести качество и количество ежегодных выпускников с потребностями регионального рынка труда? В конце концов, чего не хватает молодым специалистам для быстрого трудоустройства и стабильной работы? Об этом говорили в столице Коми на специальном совещании представителей службы занятости региона, высшего и среднеспециального образования, молодые парламентарии и представители бизнеса. Все они собрались, чтобы обсудить тенденции молодежного рынка труда и попробовать найти пути решения актуальных проблем. Вот, к примеру, как помогают в трудоустройстве своих выпускников крупнейшие вузы республики. Если мы будем говорить про статистику, например, из 71 выпускника очной формы обучения на 1 февраля 2019 года трудоустроены 46 человек, 14 продолжают обучение в магистратуре, это есть на слайде, и 8 проходят службу в органах в армии Российской Федерации. Ну и, соответственно, 4 девушки находятся в отпуске по уходу за ребенком. Таким образом, мы контролируем и управляем выстраиванием карьеры наших выпускников, и нам очень важно, чтобы процент трудоустройства стремился к 100% занятости. И все же есть те, кто не входит в положительную статистику. За помощью они обращаются в центры занятости. И реальную помощь получает большинство. Работу находит 80% выпускников. Оставшимся 20% помочь сложнее. Чаще это связано с тем, что либо профессиональных самопределений, профессиональная ориентация была неверна, либо их интересы поменялись за время обучения. У нас много примеров, когда к нам приходят молодые люди в осознании того, что они отучились, получили профессию, но не хотят по ней работать. Я считаю, это общемировая практика и, наверное, общемировая проблема. Бывают у нас и такие молодые люди, которые приходят к нам в службу занятости, хотя им уже более 20 лет, со своими родителями. И это тоже общемировая практика. Раньше люди взрослели в более раннем возрасте. В республике разработаны специальные мероприятия для трудоустройства молодых. Одна из форм – частичное финансирование. Работает это так. Работодатель принимает человека на временное рабочее место, выплачивает зарплату плюс материальная поддержка службы занятости. За три месяца работодатель успевает присмотреться к работнику и решить, принять его на постоянную работу или нет. Но даже если молодой специалист не остается на постоянном рабочем месте, он получает такой ценный для него опыт работы. Кроме того, есть подъемные для молодых врачей, педагогов, работников агропромышленного комплекса. А во время чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills и Abilimpics проходят ярмарки вакансий, где работодатели могут найти себе сотрудников. Также в прошлом году в республике успешно опробовали кадровое проектирование, при котором органы занятости работают совместно с кадровыми службами предприятий. Так набрали десятки сотрудников для высокотехнологичного тепличного комплекса в Сосногорске. Активная работа ведется и в районах. Буквально недавно, в прошлом месяце, мы помогли открыть собственное дело молодой девушке, очень активной, которая долгое время после окончания школы, так получилось, что она не получила никакой профессии, у нее только была профессия бровиста, которую она получила самостоятельно. Служба занятости помогла ей получить дополнительную профессию, тоже в сфере красоты. И буквально недавно она открыла собственное дело, мы помогли ей открыть салон красоты. Девушке всего 22 года. Она связывает свою судьбу именно с республикой Коми, с Уст-Линским районом. И хотя есть какие-то перспективы, никуда не собирается уезжать, потому что ей интересно заниматься тем, чем она занимается. Я думаю, что вот каким-то таким небольшой своей помощью мы человеку все-таки помогли изменить свою судьбу. Найти правильную дорогу помогают и ярмарки профессий для старшеклассников. Такая прошла совсем недавно в Сыктывдинском районе. Друзья Иван и Стас – восьмиклассники из Палевиц. Пока не определились в будущей профессии, но вполне осознают важность выбора. Надо раньше думать, выбирать быстрее профессию. Возможно, именно эта ярмарка поможет сделать судьбоносный выбор. Мастер-классы от различных учебных заведений республики на любой вкус и интересы. Возможность познакомиться с конкретными профессиями, побольше узнать об учебных заведениях региона, о правилах приема в тот или иной техникум или колледж. В одно время, в одном месте. Здесь такой кружок по интересам образовался. Вы, видимо, рассказываете, а вы внимаете. Вы какой класс? Девятый класс. Девятый класс, школа какая? Вторая школа выигрышка. Как зовут вас? Дорупов Владислав. Владислав, скажите, пожалуйста, это потому что вы мальчик интересует лицаким, или вы решили все-таки связать свою дальнейшую судьбу? Наверное, потому что и мальчик, и в жизни пригодится, и вообще. Что интересного рассказали? Рассказали о том, как собирают схемы, как проводят провода, подключают электрику. Ну, вообще интересно, очень интересно. Вы уже думали, кем будете и куда пойдете? И когда определились, и что выбрали? Определился, наверное, в восьмом классе, решил автомехаником стать. Пришел сюда, думаю, вот, идти на электрика. То есть можете передумать? Могу, да. Вы смогли заинтересовать, получается. Если помечтать, повторить, лечить 10, через 20, а то и 30. Что будет вас требовать среди профессий в нашей стране? Строительные профессии. Электрик, строитель. Это всегда в цене, потому что всегда мы строимся, всегда нам нужна, грубо говоря, нам нужен свет, тепло, крыша над головой. Ученица 11 класса Диана Максакова уже давно определилась. Хочет стать учителем начальных классов. Говорит, конечно, нужно слушать взрослых, но куда важнее услышать себя. Думаю, должен опираться на свое сердце, потому что этой профессии ты выучишься, а потом идешь работать. Это должно быть интересно в первую очередь тебе, а не кому-то другому. Девять школ Соктудинского района, больше 200 школьников. Такие ярмарки здесь организуют каждую весну. Этот формат, я считаю, что пока что эффективный, потому что не в каждую школу тоже выйдет представитель. Есть, конечно, такие заведения, которые выезжают непосредственно в школы, но, например, в Яснок, Палевице, Часово, это крайние наши такие села, в которые очень редко кто приезжает, заезжает, особенно в Распутицу, когда уже начинаются дорогами проблемы. Поэтому именно на весенних каникулах это очень актуально. Только благодаря ярмарке профессии соктудинские мальчишки и девчонки смогли увидеть, что тракторы, оказывается, бывают такими, что тракториста уже и трактористом не назвать, скорее оператором по управлению современным суперкаром с приставкой «Агро». Техника меняется, эволюционируют и профессии. Будущий механизатор Илья Тугалуков отлично выступил на прошедшем в Республике чемпионате WorldSkills и сейчас претендует на победу на всероссийском уровне. Говорит, любовь к сельхозмашинам родилась еще в детстве. Вот только не думал, что придется осваивать не просто руль, но целый компьютер. У меня отец тоже занимается техникой. И когда вот только я начал, он меня приучил к технике, ездить, кататься, мне интересно стало вот с этого момента. Будущее рождается в настоящем. И это не только о профессиях, но и о подготовке детей к взрослой жизни. Напоследок несколько советов родителям от специалистов службы занятости. В тренде обучение в течение всей жизни. Возможно, менять профессию нужно будет 7-8 раз. Первая, и она же последняя запись трудовой, останутся в прошлом. Добавляйте в стандартный процесс обучения дополнительное образование. Это поможет сделать ребенка более конкурентоспособным. Секция робототехники – отлично. Уроки английского – тоже замечательно. Используйте интернет для самообразования. Говоря современным языком, не уставайте прокачивать скиллы. Этот совет и взрослым пригодится. Тем, кто в этом нуждается, я желаю удачи в поиске новой работы. Остальным – ходить на работу, как на праздник. Всего вам доброго!